Латвия, Литва и Эстония объявили об ограничении въезда на территорию своих стран для россиян, имеющих шенгенские визы. Это становится вопросом общественной безопасности, а также морального и политического характера. На данный момент страны Балтии достигли договоренности в принципе, и мы завершаем обсуждение деталей ограничения въезда через российско-латвийскую, белорусско-латвийскую, литовско-российскую, а также эстонско-российскую границы для граждан России. Примые рейсы между Россией и Европой были отменены после вторжения России в Украину в феврале, но у россиян оставались пути попасть в Евросоюз, в том числе через страны Балтии. С середины сентября и эта возможность исчезнет. В середине сентября все три границы одновременно ограничат въезд. Это важно, что мы действуем вместе, потому что если одна граница будет закрыта, а другая нет, поток просто пойдет туда, куда будет возможно. Поэтому мы стремимся определить единую дату. Исключения будут сделаны для въезжающих по гуманитарным и семейным причинам водителей грузовиков и дипломатов. Запрет распространяется на всех россиян, имеющих шенгенские визы, выданные ранее консульствами и других стран. С 18 августа в Эстонии уже действовало ограничение, запрещающее въезд российским гражданам с шенгенскими визами, выданными самой Эстонии. Финляндия не присоединилась к будущему запрету стран Балтии из-за правовой неопределенности. Ранее Евросоюз объявил об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что усложнит получение виз россиянами. Кроме того, консульский сбор на шенгенские визы подорожал с 35 до 80 евро. Предположительное решение об ограничении въезда на территорию стран Балтии вступит в силу 15 сентября. Ряд информагентств, включая ТАСС, поспешил сообщить, что помимо россиян оно также коснется и граждан Беларуси. В то же время рейтер пишет о запрете пересечения границы со стороны России и Беларуси только для граждан РФ. Независимые источники уточняют, что для беларусов такого ограничения на данный момент нет. В настоящее время Америка. Вашингтон.